Здарова, ребятки! Меня зовут Адеев Азад, и у меня есть сейчас челлендж, о котором я говорил в своем телеграм-канале, можете подписаться по ссылочке в описании, где я должен решить 30 вариантов за 30 дней. Надеюсь, что я успею. Даже для этого, в то время, когда я не могу проводить трансляции с разбором вариантов, я решил записывать видосы. И вот этот видос по разбору второго варианта из сборника ФИПИ, вот такого вот сборника Камзеевой, самого каноничного по сложности идеального и самого лучшего сборника для подготовки к ОГЭ, но, опять-таки, не являющегося единственным и лучшим способом для подготовки. Он лучший для нарежки вариантов, но не лучший для подготовки. А лучшая для подготовки, это мой годовой, или, может быть, когда вы смотрите полугодовой курс по подготовке к ОГЭ по физике, который называется Азазад, или Джо Джо Уль, если вы смотрите это после Нового года. В общем, готовьтесь к ОГЭшке, не только прорешивая варианты. Это можно сделать со мной по ссылочке в описании. Переходите и спрашивайте, а куда сейчас можно записаться, вот в любой момент времени, когда вы захотите, вы сможете заниматься физикой со мной. А мы поехали, начинаем решать вариант. Первую часть будем решать прямо в сборнике, так что вот я сюда перемещаюсь. И let's go. Вариант номер два. Задание один. Установите соответствие между физическими понятиями и примерами. Что у нас является из этого физическим явлением? Оптическая ось линзы? Нет. Оптическая сила линзы – это физическая величина, кстати говоря, которая здесь тоже есть, да, поэтому давай сразу ее сюда напишем. Что такое оптическая ось линзы? Ну, это такое множество точек, которые перпендикулярно плоскости линзы проходят через ее центр. Ну, что это такое? Это явно не физическое явление. Явление, когда что-то происходит. Ну, например, диоптрия – это что такое? Это единица измерения, кстати говоря, физической величины, оптической силы линзы, между прочим, да. Как раз таки можно даже сюда написать V – это единица физической величины, значит, диоптрия – это то, в чем она измеряется. И вот дисперсия – это явление зависимости показателя преломления от длины волны. Ну, то есть, это то явление, благодаря которому мы можем наблюдать радугу. И оптический микроскоп – это физический прибор, так что сюда тоже четверочку вписываем. Дальше. То же самое нужно сделать, только между техническими устройствами и физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. Итак, первое – это U-образный манометр. Что это такое? Это, ну, манометр – это прибор, который измеряет давление по сравнению с атмосферным. Как он это делает? Манометр – это такой сообщающийся сосуд, в котором налита жидкость, ну, вода там, чего угодно, что хотите. И одна часть сообщается с атмосферой, то есть она открытая, а вторая часть подключается к какому-нибудь, допустим, контейнеру, в котором есть определенное давление. И если это давление больше, чем атмосферное, то оно продавит столбец жидкости, он опустится, допустим, вот досюда, тогда второй столб, конец, поднимется, и по разности показаний мы сможем понять разность давления внутри этого сосуда и в атмосфере. Соответственно, U-образный манометр работает на какой законоверности? Зависимость того, насколько высоко поднимается жидкость от давления. То есть зависимость давления столбца жидкости от высоты этого столба. Так, вопрос. Зависимость гидростатического давления от высоты столба жидкости. Вот это оно. И, Б, гидравлический пресс, он основан на законе Паскаля. Как он устроен? Это вот такие вот два тоже сообщающихся сосуда. Вот такие вот, хоп. И один из них широкий, а другой узкий. В сообщающихся сосудах у нас обязано быть одинаковое давление. Справа и слева. Соответственно, чтобы на маленькую площадь оказать определенное давление, давление как считается, П равно F делить на S. Чтобы на маленькую площадь оказать давление такое, нужна маленькая сила. Маленькая площадь, маленький знаменатель, тогда должен быть маленький числитель. А чтобы на большую площадь тебе нужно, если площадь у тебя становится большой, знаменатель большой, то и числитель должен стать большой, ну, чтобы давление было одинаковым. Чтобы дробь оставалась такой же, нужно при увеличении площади сильно увеличивать силу. Основываясь на этом работает гидравлический пресс. Что у нас есть? Условия на весе рычага здесь вообще ни при чем. Изменение атмосферного давления при подъеме в горы вообще ни о чем. Передача давления внутри жидкости. Вот как раз-таки то, о чем говорит Паскаль. О том, что давление, оказываемое на жидкость или газ, передается по всем направлениям без изменения. Ой, почему крестик-то? Вот это мы выбираем. Так, получается здесь 4. Почему крестик? Это 4. Дальше. Номер 3. Какое физическое явление объясняет накопление электрического заряда на капле воды при ее свободном падении в воздухе? Когда у нас капля воды падает в воздухе, то она трется. То есть, есть некоторая сила сопротивления воздуха, которая возникает из-за того, что эта капля трется о воздух. И у нее появляется электрический заряд, соответственно, вследствие трения. То же самое, как если потереть какой-то карандаш о свою голову. Поэтому мы выбираем следствие трения. Через влияние, это если поднести к этой капельке какое-то другое заряженное тело, да, и эта капелька, на ней будет индуцирован заряд там с разных сторон, разное, это вообще не то. На магничивание вещества, причем здесь вообще электрический заряд, взаимодействие капли с солнечным ветром, это до свидания. Точно солнечный ветер здесь ни при чем. Мы выбираем один. Идем дальше. Четвертое. Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова из приведенного списка. Так, в чем мы видим здесь? Брусок на наклонной плоскости. Читаем. Брусок равномерно скользит вниз по шероховатой поверхности наклонной плоскости. Шероховатый, значит, есть трение. Сила трения, действующая на брусок, направлена как? Он скользит вниз, а сила трения всегда направлена против направления движения. То есть, если он движется сюда, то сила трения будет направлена вверх вдоль наклонной плоскости. Ну, не прям вверх, а вверх вдоль наклонной плоскости. Так, вдоль наклонной плоскости вверх. Это два, да, у нас сюда идет. Равнодействующая всех сил, действующих на брусок, равна чему? Чему-то. Ну, давай посмотрим. Брусок у нас равномерно. Что значит равномерно? Значит, скорость равно конст, а значит, а равно нулю. А второй закон Ньютона говорит, что равнодействующая всех сил равна произведению массы тела на его ускорение. Тогда получается, что если ускорение ноль, то m умножить на ноль будет ноль в любом случае, и равнодействующая равна нулю. То есть здесь нам важен не факт движения, а факт изменения скорости, то есть ускорения. Тогда бы равнодействующая была, а если нет ускорения, то и равнодействующей нет. Дальше. По мере движения вниз по наклонной плоскости кинетическая энергия бруска что-то делает. Ну, если скорость остается у нас неизменной, а кинетическая энергия зависит только от массы, сейчас я покажу формулу, mv в квадрате пополам, зависит от массы, которая однозначно не меняется, скорость тоже не меняется, двойка тоже не меняется, ну, тогда кинетическая энергия тоже не меняется, от чего бы ей меняться, да? Не изменяется. Так, полная механическая энергия бруска что-то делает. Из чего складывается полная механическая энергия? Из потенциальной энергии, так, ну, давай я напишу здесь лучше тогда не p, а мех, да? Из потенциальной плюс кинетической. Кинетическая мы выяснили, что не изменяется, а вот потенциальная, которая считается как mgh, mgh, и у нас здесь высота уменьшается, он скатывается ниже, 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 тогда высота уменьшается, массы g, понятно, не изменяются, значит потенциальная энергия уменьшается, и механическая энергия, разумеется, тоже уменьшается. Так что здесь мы выбираем номер 7. Вот. Пятое. Чем объяснить результат опыта, при котором одинаковые гвоздики, прикрепленные с помощью парафина к медному и стальному стержням, быстрее отрываются от медного стержня рисунок. То есть мы нагреваем одинаково не медный и стальной. Они намазаны парафином, который плавится и отпускает гвозди при определенной температуре. Соответственно, вот здесь вот этой температуры необходимой достигла уже вот эта часть медного стержня, а у стали только вот эта. Ну, то есть видно, что у меди уже 4 гвоздя отвалилось, а у стали только первый гвоздь отваливается. Почему температура распространяется быстрее в медном стержне? Ну, надо сказать, потому что у него, ну, распространяется не температура, да, у него передается от вот этой части к вот этой части, то есть вдоль стержня передается некоторое количество теплоты быстрее, что быстрее приводит к нагреванию и быстрее отваливаются эти гвоздики, да, то есть к парафину доставляется тепло быстрее. За это отвечает теплопроводность. Не теплоемкость, а теплопроводность именно. Это как раз-таки показатель того, как быстро энергия передается от одной части тела к другой. Тепловая энергия имеется в виду. Так, медь и сталь имеют разную удельную теплоемкость. Это нет. Медь и сталь получают разное количество теплоты в единицу времени. Вообще нет, потому что они одинаковые получают. Третье. Медь и сталь характеризуются разной теплопроводностью. Это мы отвечаем. И четвертое. Интенсивность излучения. Какого-то вообще. У нагретых меди и стали разные. Вообще, вообще не про то. Дальше. Номер 6. Стальной кубик имеет ребро длиной 1 сантиметр. Определите архимедовую силу, действующую на кубик, при его полном погружении в воду. Так, это наша длина ребра. 1 сантиметр или 0,01 метра. Тогда объем давайте посчитаем. Он считается как А в кубе. То есть это 0,01 в кубе. Это... Ну, давай так. 0,01 это 10 в минус второй степени. И это все нужно возвести в куб. Тогда получится 10 в минус шестой степени в метров в кубе. Так, тут не видно. Уже немножко. Давай помельче напишу, чтобы было видно. Метров в кубе. Так, хорошо. Тогда просто применяем формулу для силы Архимеда. Получается, это формула плотность. Мы во что погружаем? В воду. Значит, плотность воды, g и объем. Плотность воды это 1000. О, чихнул. Но это на запись не попало. g это у нас 10 и объем 10 в минус шестой степени. Ну, итого мы получаем здесь 10 в третий. Еще 10. 10 в минус шестой. Итого мы получаем 10 в минус второй степени. То есть, 0,02 ньютон. 0,02. Так, дальше. На рисунке представлен график зависимости координаты x прямолинейно движущегося тела от времени t. Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 5 секунд. Здесь уже не влазит, да? Вот это вот то, что оно здесь время. Попробуем чуть-чуть еще уменьшить. Но так слишком. Так не пойдет. Нет, оно так не делается. Ну-ка, подожди. О, идеально. Так, восьмое... Седьмое не скиднешь. Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 5. Итак, путь это мы считаем все... Ну, вот все перемещения по модулю складываем наши. Это путь. Путь это длина траектории. А траектория у него здесь была такая. Он сначала сходил от 0 до 10 и прошел здесь 10. Потом постоял и прошел здесь 0, разумеется. И потом прошел от 10 до 0, опять прошел 10. И путь это сумма всех. Перемещение это от начальной до конечной. А вот путь это сумма всех. Здесь 10 плюс 0 плюс 10. Это 20 метров. Восьмое. Рабочее тело тепловой машины за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 200 джоуль, и совершает работу 80 джоуль. Каков КПД тепловой машины? Здесь вообще очень простая задача. Нам нужно просто взять и подставить число. Совершает работу. Работа это у нас А. Давай вот эту вот совершенную работу мы напишем. И от нагревателя получает это Q нагревателя. А делить на Q нагревателя. Ну, смотрите. Здесь надо в процентах. Я вот очень не люблю работать в процентах. Потому что постоянно туда-сюда, если переводить эти проценты, поэтому я формулю не умножаю на 100%. Если постоянно переводить, то это просто дополнительное место, где ты можешь ошибиться. Я вот не люблю ошибаться, поэтому я работаю не в процентах. Ну, смотри, что получается. 80 джоуль на 200. Это сколько? Это 0,4. И потом я уже могу вот это спокойно перевести в 40%. И мне не нужно вот эти умножить на 100, постоянно за собой таскать и думать, а что мне с ними дальше делать. Все, вот это попросили в процентах. Я перевел в процент. А так я работаю в долях. Доли лучше, чем проценты. Девятое. На рисунке представлен график зависимости силы тока в проводнике от времени T. Какой заряд прошел по проводнику за первые 5 секунд? Как мы считаем заряд? Заряд – это сила тока умножить на время. Здесь проблема в чем? За первые 5 секунд сила тока у нас изменяется от нулевого до максимального некоторого значения. И какую силу тока брать? И вот кажется, давайте возьмем среднюю. И в этой значке действительно можно брать среднюю. Это, наверное, самый простой способ, как решать эту задачу. Берете просто среднее значение. Можно, конечно, и площадь найти вот этого треугольника. Вот этого, которого я сейчас показываю. И вы находите площадь. Но можно взять просто среднее значение силы тока. Главное, не забудьте, что оно в миллиамперах. Подставьте его сюда. Получите 0,015. Средняя сила тока между нулем и тридцаткой – это 15. 15 я перевел из миллиамперов в обычные амперы. То есть поделил на тысячу. У меня не 15, а 15 тысячных. И умножить на время. Время – это 5 секунд. Итого мы получаем 0,075 кулон. 0,075 кулон. Дальше. Десятое. Ученик изучал изображение свечи, получаемое с помощью тонкой собирающей линзы. Для разных расстояний F от свечи до линзы он измерял расстояние D от линзы до изображения и заносил результаты измерения в таблицу. Чему равно фокусное расстояние линзы. Вот этой задачи вообще в ОГЭ встречаться не должно. Но она есть в сборнике. На FIPI вы ее не найдете, потому что вот эта формула, необходимая для того, чтобы решить задачу, ее нет в кодификаторе. Поэтому она не может вам попасться. 1 делить на F плюс 1 делить на D. Что нам нужно сделать? Мы берем любые две точки. Я вот люблю брать те, которые одинаковые, потому что это удобно. Смотрите, они здесь даны в сантиметрах, но я не буду переводить. Почему? Потому что мне и ответ тоже нужен в сантиметрах. Вот здесь вот получается, типа, здесь будет 1 делить на сантиметры. 1 равно 1 делить на сантиметры плюс 1 делить на сантиметры. То есть везде, получается, просто будет все в сантиметрах будет. И вот в этом случае можно использовать. Если вы не очень понимаете, почему в этом случае конкретно можно в сантиметрах, а в других нельзя, да, в некоторых других получаются другие ответы неправильные, то лучше все всегда переводите в систему C. Здесь несложно, что будет 0,2 и 0,2. Все, и посчитаете нормально. В метрах, потом переведите обратно в сантиметры. Ну вот, если у вас уравнение, в котором каждое слагаемое измеряется в 1 делить на сантиметрах, то нет ничего плохого в том, чтобы это подставить. Так, 1 делить на f это 1 делить на 20 плюс 1 делить на 20. То есть 2 делить на 20, на 20 или 0, ну давай, 1 делить на 10. Вот. И у меня получается 1 делить на f это 1 делить на 10. Ну тут либо пропорция, да, вот f умножить на 1 равно 10 умножить на 1, либо, ну просто как-то еще, но в любом случае получается 10 сантиметров. Ну просто можно угадать, да, что если 1 делить на f равно 1 делить на 10, то, наверное, f равно 10. Можно угадать. Подбором. Давайте скажу, что я решил подбором. Одиннадцатое. На рисунках представлен состав для трех изотопов углерода. Это число электронов в нейтральном атоме, число нейтронов и число протонов. Какой из рисунков 1-3 соответствует изотопу С13? Итак, С13. У нас здесь три разных этих изотопа. Что такое С-13? 13 это массовое число. Из чего складывается это массовое число? Оно складывается из количества протонов плюс количества нейтронов. То есть нам нужно просто найти, где протоны и нейтроны дадут 13. Здесь дают 12, вот здесь дают 13, вот здесь дают 14. Соответственно, мы берем второе. Такая вот несложная задача по ядерке. Двенадцатое. Брусок удерживается на горизонтально расположенном вращающемся с некоторой постоянной частотой диске. Как изменится сила трения, действующая на брусок, и кинетическая энергия бруска при уменьшении частоты вращения диска? Итак, для начала, что здесь нужно проанализировать? Давай я на доске чуть порисую сейчас. Вот у нас есть диск этот, и на некотором расстоянии r находится наше тело. Вот это r. Диск вращается с постоянной частотой, после этого частота уменьшается. Ну и он продолжает вращаться с этой постоянной частотой. Вопрос. Чтобы вращаться, какое ускорение должно быть у тела? Ответ. Центростремительное, направленное к центру диска. Следующий вопрос. А какая сила обеспечивает телу центростремительное ускорение? Потому что ниоткуда оно взяться не может. Тело же у нас несознательное. Оно не может предпринимать само каких-то действий для того, чтобы оставаться на... двигаться дальше по окружности. Оно почему-то двигается. Почему? Потому что его как бы держит поверхность и заставляет вращаться его именно поверхность. А что значит заставляет поверхность вращаться? Значит, она его как бы держит. А держать может поверхность чем? Именно только трением. Поэтому единственная сила, которая действительно может его оставить на окружности, это сила трения. И наш второй закон Ньютона будет выглядеть следующим образом. Второй закон Ньютона. F трения равно MA центростремительное, потому что сила трения – это единственная сила, которая действует по горизонтали. Понятно, что есть еще MG и N, но они нам здесь не интересны, они просто друг друга компенсируют и все. То есть я могу в векторном виде написать N и MG там еще будут, но это нам не подойдет. Мы как бы проецируем вот на такую ось. Окей. Нас спрашивают, как эта сила трения изменится. Для этого я распишу центростремительное ускорение. Получается MV в квадрате делить на R. И прикол в чем? Вот как изменяется R? Оно не изменяется, масса не изменяется, а вот как изменяется скорость при уменьшении частоты – это вопрос ключевой для этой задачи. Давайте подумаем, какая у нас есть формула. У нас есть стоковая формула 2πR делить на T, где T – это период. А как изменяется период? А период с частотой связан вот так – 1 делить на ν. Соответственно, если я эту частоту уменьшаю, 1 делить на частоту увеличивается, то есть период становится больше. А если теперь возвращается в предыдущую формулу, период увеличивается, здесь ничего не меняется. Ну, это R, это и есть вот это R, если что. Да. Увеличиваем знаменатель у дроби, тогда вся дробь в целом уменьшается. Ну, и теперь сюда. Если скорость уменьшается, то и сила трения тоже уменьшается. Вот он ответ на первый вопрос. Сила трения становится меньше. Кинетическая энергия. Ну, здесь уже легко после ответа на предыдущий вопрос. Кинетическая энергия – это mV в квадрате на 2. Тут у нас, разумеется, масса и двойка не меняются. Мы выяснили, что скорость уменьшается, и значит, кинетическая энергия тоже будет уменьшаться. Так что ответ на эту задачу – 2,2. Это сложная была задача. Хорошо, дальше. Тринадцатое. Ядро претерпевает бета-распад. Как при этом изменяется число нуклонов в ядре и заряд ядра? Число нуклонов – это фактически массовое число. n нуклонов, ну, n нуклонов, ну ладно, давай я так не тушу. Массовое число – это и есть n нуклонов. Но это я просто хочу, чтобы было не n нуклонов. Это чтобы было n нейтронов плюс n протонов. Массовое число – это и есть количество нуклонов. Оно равно сумме количества нейтронов и количества протонов вместе. Что такое бета-распад? Бета-распад – это когда из ядра у вас вылетает электрон. Отрицательно заряженный электрончик вылетел. А как из ядра, где нет электронов, может вылететь электрон? Оказывается, что есть просто нейтральный нейтрон. И это то же самое, что положительно заряженный протон и еще электрончик вместе с ним. Если объединить протон и электрон, то получится нейтрон. А если из нейтрона вырвать электрон, то он станет протоном. То есть нейтрон можно разделить на электрон и протон. Ну, как разделить? Электрон иногда само разделяется. Поэтому фактически просто один нейтрон превращается в один протон. Ну, этот электрон просто улетает прочь оттуда. Так что на один нейтрон становится поменьше, но при этом на один протон становится побольше. И суммарное число нуклонов, то есть массовое число, не изменится. Но при этом заряд ядра становится больше, потому что был нейтральный нейтрон, а стал положительный протон. Так что, разумеется, заряд ядра увеличился, причем ровно на один, потому что было ноль, а стал у протона заряд один. Дальше, четырнадцатое. Одинаковые маленькие металлические шарики, расположенные в точках А и В, несут на себе заряды минус 2Q и плюс Q соответственно. Из проведенного ниже списка вы берете два правильных утверждения относительно этой ситуации. Так, давай смотреть. Если шарики соединить медной проволокой, то они будут отталкиваться друг от друга. Если соединить медной проволокой, они обменяются зарядами, разделят их поровну. А что они будут делить поровну? Вот минус 2Q и плюс Q. Сколько всего у них заряда? Разумеется, на двоих у них минус Q. И тогда на одном окажется минус Q, минус Q делить на 2 в смысле. И на другом окажется минус Q делить на 2, если их соединить медной проволокой. И тогда они, оказавшись заряжены одним знаком, действительно начнут друг от друга отталкиваться. Так что первое верно. Дальше. На шарик B со стороны шарика А действует сила, направленная горизонтально вправо. Так, давай это все сотрем. На шарик B со стороны шарика А. Ну, сейчас, в данный момент, они притягиваются. То есть направленная эта сила горизонтально влево, а не вправо. То есть это неправда. Так, третье. При соприкосновении шариков их суммарный электрический заряд увеличится. Нет. Он просто разделится поровну. То есть здесь было минус Q и останется минус Q. Просто в этом случае минус 2Q и Q. А в случае, когда мы их соединим, будет минус Q пополам и минус Q пополам. Но в суммарной все равно останется минус Q. Четвертое. Если шарики соединить незаряженной эбонитовой палочкой, их заряды не изменятся. И это правда. Потому что эбонит не проводит электрический ток. Он диэлектрик. А значит то, что заряды действительно не поменяются. Пятое. Сила, действующая на шарик А со стороны шарика Б, больше действующая на шарик Б со стороны шарика А, противоречит третьему закону Ньютона. Так что неправда. Дальше идем. Пятнадцать. Учитель на уроке провел опыт по изучению движения тела по наклонной плоскости. Шарик скатывался по наклонной плоскости из состояния покоя. Причем фиксировались начальное положение шарика и его положение через каждую секунду. Укажите значение пройденного шариком пути за три секунды от начала движения с учетом погрешности измерения. Погрешность прямого измерения пути принять равной цене деления линейки. Так, за три секунды. Раз секунда, два секунда, три секунда. За три секунды он прошел пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать, пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять. Сорок пять он прошел. Ну, тут уже больше нет вариантов ответа. Мы оставляем только сорок пять. Ну, и погрешность прямого измерения принять равной цене деления. Цена деления у нас 5 сантиметров, поэтому, ну, вот это вот, сколько одно деление стоит, да, сантиметров. Ну, это разность показаний между соседними рисками, да, вот у этой, если 0, то у этой будет 5, или если у этой там 0, тогда у этой 5, у этой 10, все равно между 10 и 5 у нас 5 сантиметров. Так что, короче, плюс-минус 5 в любом случае нам тоже подходит. Да, ну и 45 изначально. Господи, здравствуйте. Так, 16-я задача. Учащиеся провели исследование зависимости времени падения на Землю стального шарика от высоты относительно поверхности Земли. Начальная скорость шарика равна нулю. Для каждой высоты измерения, для каждой высоты измерения времени проводились 3 раза. В таблице представлены результаты измерений. Два утверждения, соответствующих проведенным опытом именно. Не нашим знаниям, а опытом. Так, еще раз. У нас сбрасывали, получается, 3 раза. Вот, раз, два, три сбрасывали с 6 метров. Раз, два, три сбрасывали с 9 метров. Куда-куда. И раз, два, три с 12 метров. Три раза сбрасывали с трех разных высот. Хорошо. Теперь читаем утверждения, какие у нас есть. Первое утверждение. Время падения шарика прямо пропорционально высоте, с которой падает шарик. Что такое прямо пропорционально? Это значит, что ты увеличиваешь в два раза высоту. И время должно увеличиваться в два раза. Ну, тут время в среднем 1,1. Здесь время в среднем 1,6. Ну, 1,5, 1,6, 1,7. В среднем 1,6. Ну, то есть, 1,1, оно не в два раза меньше, чем 1,6. Явно не в два. Ну, хотя бы в полтора. Но вообще никак нет. Поэтому это точно не правда. Второе. Среднее время падения с высоты 12 метров равно полтора. О, как раз неправильно. Потому что среднее это 1,6. Ну, среднее как посчитать? Сложил все три, посчитал и поделил на три. Ну, здесь очевидно, что получается 1,6. Правильно? Ну, если не очевидно, то попробуйте прямо на калькуляторе сложить эти 36. числа и поделите на три. Почему я говорю, что очевидно? Потому что, ну, если вы их сложите, здесь фактически 1,6 минус 0,1. Здесь 1,6 ровно. Здесь 1,6 плюс 0,1. Ну, если вы сложите, то получится 1,6 на 3. Так, короче, это неправильно. Третье. Для трех измерений время падения с высоты 6 метров укладывается в интервал 1,1 плюс-минус 0,1. Так, 1,1 укладывается. Это 1,1 минус 1. Это 1,1 плюс 1. Да, плюс 0,1 в смысле. Поэтому это верно. Четвертое. При увеличении высоты падения в два раза, среднее время падения увеличилось примерно в 1,45. Так, то есть мы 1,1 умножаем на 1,45 и должны получить примерно 1,6. Давай проверим. Берем калькулятор. 1,1 умножить на 1,45 и получаем 1,595. Так что это верное утверждение. Пятое. Наибольшее отклонение от среднего значения для измеренных трех опытов значений времени наблюдалось до высоты 12 метров. Среднее здесь 1,6 отклоняется. Получается, здесь минус 0,1, здесь плюс 0,1. Здесь тоже. Здесь минус 0,1, здесь плюс 0,1. А вот здесь сильное отклонение, да? Есть аж от 1,5 до 1,2. Здесь намного больше отклонений. А здесь сколько средний, интересно? Не знаю, но здесь явно очень большие отклонения. Поэтому это неправда. Самое большое при 9 метрах получилось. Дальше у нас идет 17 задача. Это экспериментальное задание. Я эти экспериментальные задания не делаю в своем челлендже. Почему? Потому что у меня есть в конце прошлого учебного года, то есть в мае 2024, стрим на 4 часа с разбором абсолютно всех, и в том числе и этой, лабораторных работ, которые могут встретиться на ОГЭ. Так что, если вы хотите разбираться вот в этих экспериментальных заданиях, лабораторных работах, то welcome, заходите туда и смотрите все разборы в открытом доступе. Так что, дерзайте. Дальше идем. Задание 18. Для задания 18 нам нужно прочитать небольшой текст. Давайте читать. Меркурий – это ближайшая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы. При пролете мимо Меркурия космического аппарата Маринер-10, запущенного в 1973 году, было установлено наличие у планеты предельно разреженной атмосферы, давление которой вот во столько раз меньше давления земной атмосферы. Ну, сильно-сильно меньше. В таких условиях атомы чаще сталкиваются с поверхностью планеты, чем друг с другом. Атмосферу составляют атомы, захваченные из солнечного ветра или выбитые солнечным ветром с поверхности. Гелий, натрий, кислород, калий, аргон, водород, имеющиеся у Меркурия гравитации, недостаточно для поддержания плотной атмосферы. Поверхность Меркурия испещрена ударными кратерами от воздействия метеоритов и комет и напоминает поверхность Луны. Смотри, вот. Вот, пожалуйста, вот. Итак, читаем 18-ю задачу. В таблице ниже приведены сравнительные физические характеристики для двух планет Солнечной системы Меркурия и Венеры. Так, что у нас тут есть? Название планеты, среднее расстояние от Солнца, масса в процентах от массы Земли, то есть здесь всего 5% от массы Земли, здесь 81, почти такая же, да? Ускорение свободного падения 3,77, намного меньше, чем на Земле, а здесь 8,87, примерно такой же, как на Земле. Температура у поверхности здесь очень большие перепады, здесь небольшой перепад, но в среднем примерно одинаковая максимальная температура, да? Ну, не сильно. Здесь не сильно больше, чем здесь максимальная. А средняя температура здесь, конечно, намного ниже, чем здесь. Это я говорю про... Ну, понятно, короче, да? Про максимум рассуждал, а про среднее понятно, что здесь намного меньше. Атмосфера. Практически отсутствует, а здесь нормально. Ну, на Земле для сравнения 100 кПа, здесь 10 кПа, практически 10, поэтому, ну, тоже достаточно разрежено. В 10 раз меньше давления. Вопрос. В отличие от Меркурия, на поверхности Венеры нет ударных кратеров диаметром менее 1 км. Чем объясняется это различие? Так, а как мы это должны были понять из текста? У нее, здесь из текста, да, очень маленькое давление. Ага. То есть, очень разреженная атмосфера, нам говорят в тексте, что атмосфера практически отсутствует. А на Венере атмосфера какая-никакая есть. И из-за этого, видимо, на Венере ударных кратеров не должно быть. Ну, судя по логике, да, составителя этого, этой задачи. Ну, и тогда, к чему нас эти мысли приводят? К тому, что... Чем объясняется это различие? Тем, что просто у Венеры есть атмосфера, проходя через которую маленькие метеориты испытывают сопротивление не воздуха, а сопротивление газов, составляющих атмосферу, нагреваются и полностью расплавляются, не достигая поверхности Венеры. А на Меркурий из-за отсутствия атмосферы долетают любые метеориты. Так, да, соответственно... Да, соответственно, на Венеру долетают только большие метеориты, а на Меркурий может попасть любой метеорит. Так, как я отвечаю на качественные вопросы, вот такие, на качественные задачи? Я пишу просто ответ, который я бы действительно написал на экзамене, и пишу пояснение, ну, то есть выделяю два пункта, на которые я буду опираться. А потом я проговорю прямо текстом... Так, сейчас я выведу сюда, одну секунду. Потом проговорю прямо текстом то, как я бы отвечал на эту задачу. Что такое? Так, распустим. Сейчас я вот так вот спускаю. Все, теперь видно. Отлично. Чуть-чуть уменьшим. Во! Шикарно! Так, и вот это еще давай. Так, ответ. 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 Наличием... Чьем? У... Кого там? Венера, да? Да, вторая. Наличием у Венеры. Венеры атмосферы. Пояснение. Так, первая. Первая часть будет связана с тем, что у Меркурия атмосфера практически отсутствует, и поэтому любые... Любые... Метеориты... На поверхности Венера нет ударных кратков диаметра менее 1 кг. Любые, да, метеориты... Так, как там Меркурия? У Меркурия нет атмосферы. И я так напишу, ну, условно напишу, что все долетает. Все долетает. А второй пункт. Я выберу то, что у Венеры... Венеры... Есть атмосфера. Есть атмосфера. И поэтому некоторые не долетают. Ну, вот, опять-таки, да, вот если вы так напишите, вам, скорее всего, не зачтут эти пояснения. Как надо написать? Я бы написал следующим образом. Ну, ответ так, как и есть, прям, да, о пояснении. У Меркурия атмосфера практически отсутствует. Поэтому любое тело, попавшее в гравитационное поле Меркурия, достигает его поверхности, не испытывая сопротивления атмосферы. У Венеры атмосфера присутствует. Поэтому те... Поэтому тела, имеющие... Как это сказать? Маленькую массу. Поэтому маленькие... Может, просто скажем маленькие. Давайте скажем просто. Поэтому маленькие тела, попавшие в гравитационное поле Венеры, не достигают ее поверхности, испытывая сопротивление атмосферы, которая заставляет их полностью расплавиться, не достигнув поверхности. Вот. Я бы ответил следующим образом. Ну и давайте посмотрим, как выглядит авторский ответ. Сейчас я... У меня он есть. Авторский ответ. Сейчас я его нам... Прочитаю просто, чтобы вы понимали, да, что вот надо опираться на некоторые физические закономерности. Как конкретно вы опишите? Ну, по-своему. Я вот по-своему формулирую. Камзеева по-своему формулирует. А вы сформулируете по-своему. Поэтому вам нужно просто понимать логику выполнения таких заданий. До поверхности Меркурия долетают метеориты и кометы всех размеров, попавшие в поле тяготения планеты. При прохождении ежеплотной атмосферы Венеры метеориты и кометы из-за сил сопротивления нагреваются, при этом небесные тела небольшого размера сгорают, не долетая до поверхности атмосферы. Ну, сгорают, расправляются. Я думаю, что одно и то же. Смысл, видите? Один и тот же смысл. Мы передали разными словами. И Камзеевой, и мне поставили бы полный балл. И вам тоже его поставят, если вы сформулируете, опираясь на вот эти вот декономерности. Следующая задача номер 19, тоже качественная, но уже не по тексту, а просто по нашим... Ну, мы должны сами что-то знать, не читая текст, чтобы ответить на эту задачу. Так, а что-то не зависло, по-моему? Нет, нормально. Твердое вещество медленно нагревалось в калориметре при постоянном притоке тепла. В таблице приведены результаты измерения его температуры с течением времени. Ну, то есть, время идет, да, вот оно, пожалуйста, 0, 2, 4, 6, 80, ну, короче, каждые две минуты измеряли. Температура сначала росла, логично, да, его же постоянно подводили тепло. Но, где-то между второй и четвертой минуты температура расти перестала. И в 4 минуты уже 80, дальше в 6, 80, в 80, и где-то между 8 и 10 температура продолжила расти. Так что уже стало 81, ну, и дальше она росла. Вопрос. В каком или в каких состоянии или состояниях находилось вещество в калориметре через 7 минут вот здесь, вот между шестеркой и восьмеркой после начала измерения? При том, что изначально оно было твердое. Ну, здесь несложно. Вообще, тут произошло, ой, подожди, я хотел черную. Здесь произошло следующее. У нас температура и время, я обозначу буквой ТАЛ. Сначала было тело в твердом состоянии, нагрелось, и вот здесь температура перестала меняться. Где-то, я не знаю, здесь что-то, что-то между, как я сказал, второй и четвертый. Почему не именно четвертая? Ну, потому что, может, восьмидесяти она достигла в три с половиной. Мы просто замерили в четыре. Это где-то между два и четыре. Вот это произошло. Потом температура между восьмью и десятью минутами, да, восемь, восемь-тира-десять, где-то вот здесь вот. Температура продолжила расти. Она спрашивает вот здесь вот в семь минут. Вот здесь в семь. Здесь в каком, как говорят, состоянии было. Если тело сначала нагревалось, а потом перестало, будучи в твердом состоянии, то, значит, начался процесс плавления. А в процессе плавления вечно переходит из твердого агрегатного состояния в жидкое. Соответственно, если где-то между заглянуть просто в свой стаканчик, который ты положил лед, то ты увидишь там воду и лед, и жидкое, и твердое агрегатное состояние. Ну, вот такая вот задача, да. Это, соответственно, ответ и твердая часть частично в твердом, частично в жидком. Так, ответ. Частично в твердом, частично в жидком. Распишите полностью. Частично в твердом, частично в жидком. Пояснение какое? Пояснение. Опять-таки, будем опираться на два элемента. Первый элемент это про то, что от четвертой до восьмой минуты происходит поступление тепла, но температура не увеличивается, значит это процесс плавления. Сначала мы говорим про плавление. Плавление от четвертой до восьмой минуты. Опять-таки, да, мы с вами только что проговорили, а теперь я как будто пишу по-другому. Нет, мы понимаем, понимаем вот это, но нам важно что? Нам же важна седьмая минута. Значит, мы хотим сказать то, что вот от четвертой до восьмой точно все плавилось. Вот там точно плавление было. Нам же не важно, что оно там было чуть-чуть раньше четвертой или закончилось чуть-чуть позже восьмой. Нам это не важно. Нам важно, что от четвертой до восьмой точно плавилось, потому что если плавится, то тогда твердая и жидкая. Плавление, плавление, следовательно, твердая плюс жидкая. То есть, я бы написал следующим образом. Исходя из таблицы, видим, что от четвертой до восьмой минуты температура точно не изменялась, а значит, происходил процесс плавления. Первый пункт, второй пункт. Во время плавления вещество находится одновременно в твердом и жидком состояниях. Все. Вот это и потом ответ вот такой же, как я писал. Опять-таки, давайте посмотрим на авторское решение, что она говорит. Частично в жидком, частично в твердом, это понятный ответ. И пояснение. Согласно экспериментальным данным, температура плавления вещества равна 80 градусов Цельсия. Зачем нам это говорить? Процесс плавления однозначно соответствует... Нас спрашивали, что ли? Не, нас не спрашивали, поэтому это не надо писать вообще. Первое ее предложение, неважно. Процессу плавления однозначно соответствует интервал времени от 4 до 8 минут от начала нагревания. Ну, это вообще неправда, что она написала, потому что оно не соответствует. Оно... Процесс плавления включает промежуток времени от 4 до 8 минут. Ну, ладно. Не так тоже, видишь, не так важны эти формулировки. Следовательно, через 7 минут от начала наблюдения вещество уже частично расплавилось, но не до конца, так как процесс плавления продолжался как минимум до 8 минут. То есть она понимает, что как минимум до 8 минут, но при этом пишет то, что однозначно соответствует процесс от 4 до 8 минут. В общем, эти вот какие-то прям тонкие моменты и прям суперточные формулировки здесь, как видите, не важны. И она получает полный балл. Но мне кажется, что я должен получить полный с плюсом, если честно. За эту задачу я прям горжусь своим ответом. Дальше идем. Теперь начинаются задачи, где нужно считать, решать, и они должны быть сложные. Ну как, не все. 20-я задача должна быть прям простенькой. Задача номер 21 должна быть сложной, но по одному разделу физики. Задача номер 22 должна быть и сложной, и по нескольким разделам физики. Так, сейчас я сотру с доски, и мы будем решать. А давай пока прочитаем. Какое количество теплоты поглощается в процессе кипения и обращения в пар 2 кг воды, происходящим при 100 градусах Цельсия и атмосферном давлении 10 в пятой степени Паскаль? Угу. Хорошо. Давай записываем. С полным оформлением я показываю оформление на максимальный балл. В процессе кипения и обращения в пар 2 кг воды, записываем, m равно 2 кг, происходящим при 100 градусах Цельсия и атмосферное давление 10 в пятой Паскаль. Ну, для того, чтобы нам дали атмосферное давление 10 в пятой Паскаль и температуру 100 градусов Цельсия, просто для того, чтобы, ну, 100 градусов Цельсия, чтобы мы не нагревали дальше, 10 в пятой Паскаль, чтобы нам сказать, что при 100 градусах Цельсия как раз таки и будет происходить уже кипение. То есть здесь по факту только нам нужна L. А вот эти вот два данных 100 градусов Цельсия и 10 в пятой Паскаль, они нам для решения задачи не нужны, поэтому я их давно могу не записывать. Где брать L, удельную теплоту парообразования? Ну, конечно, в табличках. Да, вот они, пожалуйста, таблички ваши. Удельная теплота парообразования воды справа наверху 2,3 на 10 в шестой степени джоуль на килограмм. 2,3 на 10 в шестой степени джоуль на килограмм. Фактически задача вообще из первой части. То есть это еще и простая из простых задач из 20-х. Так, нам нужно найти Q. Главное не забыть написать L в дано. Это нормально. Она действительно должна быть такой вот очень простой, эта задача. Этот сборник адекватной сложности, такой же сложности, какая должна быть на самом ОГЭ. Ну, да, действительно, бывают задачи номер 20 посложнее, чем эта, но они тоже есть в сборнике. 4,6 на 10 в шестой степени джоуль. Все, ответ можно не писать. Фактически, ну, да, задача первой части. Ну, ничего, в ЕГЭ тоже бывают задачи во второй части. Ну, вот тоже простые, такие же, как задачи ЕГЭшные из первой части. Здесь по факту просто проверяют ваше скорее умение оформлять, да. Хорошо, дальше давайте. Так, иди сюда. Сейчас надо немножечко раскрыть. Да. Задача номер 21. Вот это уже посерьезнее. В электрическую сеть с напряжением 120 вольт. U равно 120 вольт. Включены 5 резисторов по схеме, изображенной на рисунке. Сопротивления резисторов равны R1,5 Ом, R2,20 Ом, R3,15 Ом, R4 равно R5, равно 10 Ом. Определите мощность, потребляемую резистором R4. Так, мне нужно P4-вопрос. Хорошо. Ну, все-таки перерисую, наверное, схему. Ну, вот перерисование схемы, это не является обязательным таким действием. Ну, я все-таки сделал это просто для нас. Чтобы, ну, просто мне было проще вам объяснить. Ну, и вам было проще понять. Так, вот этот сюда, этот сюда, эти сюда, этот сюда, этот сюда, 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 сюда. Вот так. И подпишу сейчас 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот они. Правильно подписал? Да, все верно. Как это делать? Вот, очень важно здесь понимать, что вот это напряжение, 120 вольт, оно относится ко всем резисторам вместе. К 4-му отдельно не относится, к 5-му отдельно не относится, к 3-му отдельно нет, ко 2-му нет, к 1-му нет, к 1-му и 3-му нет, к 1-му и 2-му нет, к 3-му и 4-му нет, к 3-му и 5-му, к 3-му и 5-му и 4-му. Нет, 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 только ко всем вместе оно относится, это напряжение. Поэтому не вздумайте использовать его сразу для четвертого, для пятого и так далее. Оно общее напряжение. И общее напряжение у нас получится использовать только после того, как мы посчитаем общее сопротивление. Ну вот давайте займемся первым, что... Сначала посчитаем общее сопротивление четвертого и пятого. R4,5. На ОГЭ у нас прямо есть формула, что если два одинаковых, параллельно соединенные резисторы, то общее сопротивление у них это сопротивление любого из них поделить на 2. Так что прям такой формулой я и пользуюсь и считаю. R45 это R4 делить на 2, это 10 вторых, это сколько? 5. 5 Ом. Так, дальше. R3 теперь к ним прибавим, вот всех вот этих вот вместе. Они вместе соединены с третьим последовательно, поэтому это будет R3 плюс R4 5. И R3, R4 5 будет, R3 это 15, 15 плюс 5 это 20 Ом. Дальше, теперь какое надо подсоединить. Вот эти все вместе, вот к нему подсоединены параллельно. И обратите внимание, что R3, R4 5 это 20 и R2 тоже 20. Поэтому R2, R3, R4 5 это, можно сказать, просто R2 делить на 2. И R2, R2, R3, R4 5 это 20 делить на 2, это 10 Ом. Хорошо. Ну и все. И теперь вот ко всем вот этим присоединяем первый последовательно. И получаем R общее это R1 плюс R2, R3, R4 5. То есть R общее это будет 1 это 5 плюс 10 это 15 Ом. Так, ну и теперь вот, вот теперь мы можем посчитать общую силу тока, используя общее напряжение и общее сопротивление по закону Ома. Общая сила тока это 120 делить на 15 это 8, да? Это 8 Ампер. Хорошо. Хорошо. 8 Ампер. Что теперь? Теперь давайте подумаем, как эти 8 Ампер, в конце концов, какая часть доходит до 4. Вот здесь течет и общее. И вот здесь оно должно поделиться. Вот эти суммарно нам дали 20. И вот этот один тоже 20. Тогда понятно, что здесь будет половина от общего. Ну и здесь тоже будет половина. Просто потому, что одинаково оказалось сверху и снизу. Так просто в силу симметрии полученной ситуации у нас получается то, что токи делятся поровну. А дальше, ну этот и общий, он если что не поглощается этим резистором никак. Он сюда тоже приходит и нулевое пополам, и общее пополам. И теперь он должен поделиться между четвертым и пятым. Вот в этой точке он должен разойтись между ними. А у нас четвертый и пятый тоже одинаковые. Видите, как нам повезло. Это никто не подстраивал, нет. То есть сюда пойдет по половине от половины уже. То есть по одной четвертой части. И вот таким образом мы должны и узнать, какой ток течет через четвертый. Как это описать? Мы скажем то, что И3 это и общее делить на 2. Но если хотите, то можете подписать так, как R345 равно R2. В принципе, это необязательная часть обоснования. Это я просто, ну так скорее тоже для нас пишу. Тогда посчитаем И3. Это 8 делить на 2. Это 4 А. Так, теперь убираю условие. И делаем аналогичную с четвертым и пятым. И4 равно И3 теперь уже делить на 2. Ну опять давай напишу. Так, как R4 равно R5. И И4 тогда получается 4 уже делить на 2. То есть 2 А. Ну и все. И теперь мы можем спокойно посчитать мощность. Мы все это делали ради мощности. А мощность посчитать через силу тока и сопротивления очень легко. И в квадрате умножить на R. Все. Подставляем сюда и считаем. P4 это 2 в квадрате умножить на R4. Это у нас 10. И получаем 40 Вт. Вот он наш ответ. Но посложнее. Посложнее уже, дочка. Приходится поковырять. Давайте, кстати, ответы на всякий случай проверим тоже. А то вдруг какая-то шальная ошибочка у меня вылетела. Не хотелось бы такого наставлять в разборе. Так, здесь 4600, да, здесь все правильно. Здесь 40 Вт, все правильно. Ну и поехали к финальной задаче. Номер 22. Хоба. Блин, ну давай как-нибудь поаккуратнее. Зефирчик, помоги мне, пожалуйста. Вот, подожди. Кондиционер включил, смотри, теперь мерзнет. Так. Сейчас сотру сначала. И будем еще параллельно читать. Полезная мощность двигателя автомобиля составляет 46 кВт. Каков КПД двигателя, если при средней скорости 80 км в час он потребляет 20 кг бензина на 160 км пути? Нам нужна, нам нужен КПД. КПД. И вот, опять-таки, я не буду его считать в процентах. Процент это просто какой-то, ну, непонятная прибавка. И, кстати говоря, Камзеева, вот сейчас посмотрим в этом году, она всегда тоже считала в долях. Также она не любит проценты, потому что она тоже true sigma-физик, супер-кул. Вот, так же, как и я. Давайте, дано. Полезная мощность двигателя автомобиля равна 46 кВт или 46 тысяч ватт. И здесь сразу спасибо, что не заставляете думать, что здесь полезная, потому что, пожалуйста, она уже полезная. КПД двигателя при средней скорости V равно 80 км в час. Не буду здесь переводить, потому что здесь прям 80 км в час и 160 км. Нафиг переводить, да? 20 кг бензина. Это масса бензина 20 км, я сказал. Кг бензина. С 160 км пути. Ну и, безусловно, здесь мы будем сжечь бензин. А чтобы сжечь бензин, нужно знать его удельную теплоту горения, сгорания. Они все у нас в табличках. Удельная теплота сгорания бензина 4,6 на 10 в седьмой степени. Джоуль на килограмм. Это Q маленькая бензина. И нам нужно найти КПД. Давайте. Решение. КПД. Это мы всегда начинаем с формулы А полезная на А затраченная. Вот здесь я не пишу проценты, потому что я буду работать в долях. В ОГЭ так можно. Ответ давать в долях можно. Я проверял, сам ходил на ОГЭ, баллы не снижают. Так. Ну и дальше вопросы ставите равно и думаете, а что же здесь полезное? Ну если дана полезная мощность, давай я ее прям П полезная. ПП. ПП полезная. Как посчитать работу, зная мощность? Ну ты просто берешь мощность, умножаешь на время. А затрачиваем мы что? Что затрачивает автомобиль, чтобы ехать? Он затрачивает топливо. Ну что он с ним делает? Он сжигает бензин. А Ку сгорания топлива это Ку бензина на М бензина. Хорошо. Что у нас здесь неизвестно? Это известно? Да. Известно? Да. Известно? Да. Известно? Нет. Надо найти время тогда сначала. Ну а как найти время? Это же S делить на V просто? Давай посчитаем. 160 километров, 80 километров в час, то есть 2 часа или 7200 секунд сюда. Да, конечно, надо подставлять в секундах. Это система C. Я не стал изначально в систему C переводить, потому что увидел, что ну больно хорошо делится. Так можно делать. Дальше. Вообще все, что я делаю, можно делать. Я же показываю оформление на максимальный балл. И подставляем теперь сюда. 46 тысяч на 7200. Достаточно монструозное число. Но здесь 4,6 на 10 в седьмой и еще и 2. Просто все подставляем в калькулятор. А зачем в калькулятор? Я устно посчитаю. Ну-ка, здесь будет 4,3. Это будет 3 целых... Стой, 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 стой. 3. Какая мощность? 46 киловатт, да? 4,6 на 10 в седьмой, да? Так, еще раз. 4, 3. Раз, два, три. А, 20 килограмм! Господи, а то реально получается 3,6. Все, 20 килограмм же вот здесь. Да, тогда получается все четко. 0,36. Это наш ответ. Господи, я уже испугался. Ну, в принципе, 2 килограмма бензина это маловато. На 160 километров топлива. На 160 километров пути. Да, 0,36 или 36 процентов. Вот. Кстати, очень странно. У нее произошел переход к процентам в задачах. Это не значит то, что нам тоже надо. Но посмотрите, как странно. Она вообще здесь балл потеряла. Потому что отдельно, если ты не подставил в эту формулу числа, то ты получаешь минус балл. Так что у Камзеевой что-то в этом году в решениях много минус баллов. Ну что ж. Вот мы и разобрали. Смотри, за час разобрали в записи. Не на стриме, а на стримах чуть подольше. Ну и отлично, что будет часть в записи, часть в стримах. Часть с видосами, часть с стримами. Все. Ребятки. Я всем желаю хорошей продуктивной подготовки. Если вы хотите мощно бомбить ОГЭ, то по ссылочке в описании подписывайтесь на телеграм-канал. Записывайтесь на курсы. Сейчас, когда вы... Когда бы вы не перешли, мне есть, что вам предложить. Ну, кроме конца июня. Если вы в конце июня смотрите. Все. Давайте. Всем до следующих видосиков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.